То, что показывают в вашем телевизоре, может быть заразно. Вы сами не заметите, как начнете повторять то, что в нем говорят, и жить, как вам навязывают. Мы не в состоянии никого вылечить, мы только диагностируем. Берем телеобразец и под микроскоп. Меня зовут Антон Гришин. Здравствуйте. История про новогодние, оптимистическая. На сегодняшний день в мире не существует единого стандарта, описывающего, что такое нанотехнология и нанопродукция. Стандартов нет, а Роснано есть. И каждый в Роснано хочет есть. Им и не мешают, они и кушают. Очень быстро проскакивает, год за годом. Но если все-таки оглянуться на прошедший год и самим себе ответить на вопрос, особенно с чем мы встречаем следующий, 16-й, то первое, о чем я хотел сказать, у нас очень много денег. Их просто вот совсем много. Стив Джобс как-то признался. Я единственный человек, который знает, что такое потерять четверть миллиарда долларов за год. Это очень хорошо формирует личность. Он такой смешной, этот Джобс. Джобс, понимаешь, много денег. Очень много денег. Когда очень много всей личности. А личности не комплексуют. По итогам только первого полугодия 2015-го чистый убыток Роснано составил 2,5 миллиарда рублей. Общая стоимость новогоднего корпоратива Роснано всего-то 2 миллиона 240 тысяч. Присутствовали 415 человек. Чуть более 5 тысяч нанос. Копейки право слово. Но никто не расстраивается. Совет директоров утвердил нам возможность, из полученной нами сверхплана премии по итогам 2015-го года, направить ее значительную часть на выплату премии из экономии фонда заработной платы. Это значит, что у нас есть вторая премия, помимо первой. Правда, это, конечно, будет мгновенно. Вы знаете, что мы долго и тщательно считаем результаты, подводим итоги, оформляем отчеты. Но, тем не менее, постараемся все-таки за базар отвечать. Думаю, что все будет нормально. Анатолий Борисович всегда за базар отвечал, так что действительно все будет нормально. Для Роснано нормально хорошо, для нас нормально плохо. Пусть будет просто нормально. Лучшая новость – отсутствие подобных новостей. Это так предновогоднее навеяло. Смотримся в наш телевизор. В нем мало того, что нормально. В нем все очень хорошо. Перезимуем. Мой гость Никита Ефремов. Привет, спасибо, что пришел. Здрасте, пожалуйста. Ну что, начнем потихонечку. Пожалуйста. Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. Ну, поцелуйте же, не ждали, говорите. Продолжайте, Никита Михайлович. Ой, да это было так давно, это же гурят ума товарища Грибоедова. Не думаю, что с того времени что-то прям кардинально поменялось. Случилось очень много событий, но, по сути, как мне кажется, проблемы остались те же. Ты попал сюда исключительно по одной простой причине. Открою страшную тайну. Три первых серии «Тихого дона» мы с Сергеем Никоненко сидим, обсуждаем. И он говорит, там Митька Коршунов есть такой. Я говорю, у меня тоже запомнился Митька Коршунов. Ты играл Митьку Коршунова. Расскажи мне, пожалуйста, ты кого играл? Собирательный какой-то образ. Дело в том, что когда мы снимали, был такой странный момент. Ну, потому что, собственно, все равно играли так или иначе в войнушку, вот в эту, да, войну, да. С какими-то там пластиковыми, иногда не пластиковыми, мечами, да, чтобы не поранить ту другую. А буквально в 250 километрах шли действительно бои. Это был расцвет конфликта вот тогда на Донбассе. Это было довольно такое странное ощущение. Изображать войну на фоне действительно происходящих действий. И, в общем, тогда была какая-то активизация таких вот, как Митька Коршунов, кровавых пацанов, скажем так, и мальчиков, которые готовы за идею умереть. Я думаю, что это какой-то собирательный образ. Не могу сказать, что кого-то там конкретно. Но тебя Урсуляк научил так улыбаться? Не знаю. Нет, он мне ставил какие-то конкретные задачи, я их старался выполнять. Просто Митька Коршунов вот для меня... Его заводит это, он питается этим. Он человек, который такой, знаете, есть адреналиновые маньяки, как парашютисты, там, еще кто-то. Вот он такой же адреналиновый маньяк, только с войной, как мне кажется, такой его заводит. Это нравится ему, я на это дело. Вот в том-то и дело, что у тебя, в принципе, для меня, когда я Шолохова даже читал, для меня Митька Коршунов, он был самый простой, в принципе. Потому что он там особо не болтался, красный, белый, ну, без разницы, да. И самый сложный, потому что он абсолютнейший злой. Абсолютнейшее зло. Ему нравится, он в этой войне купается, это его, да. Да, да, да. А ты сыграл обаятельного убийцу, самое страшное. Он убивает и умывается. Да ему нравится это, ну что же. Мало ли кому что нравится. Вот ему это нравится. Убивать человеку нравится. Нравится война, нравится само понимание. Ну, вот он так чувствует, вот он для этого родился. Вот он, как, помните, Форест Гамп, тоже там персонаж, который должен был умереть на войне, собственно, этот, с которым они потом и сделали креветочную эту империю. Ну, так и он, он тоже рожден для этого. То есть у тебя ломок никаких не было, все нормально, естественно. Нет, ломки, естественно, были, сомнения, все-таки персонаж далекий от меня. Я не люблю убивать, и не приходилось, слава богу, и надеюсь, что не перейдется. А ты «Тихий дон» читал? Конечно, читал. До, в процессе, после? Ну, естественно, до и в процессе. Мы тоже очень много, когда у нас там было огромное количество пацанов, естественно, там по вечерам после съемок мы собирались и все это обсуждали. Там какие-то следующие сцены, что-то еще. Потому что каждая сцена в «Тихом доне» — это такой отдельный свой мир. Там нет проходных сцен. Там все сцены фактически на разрыв аворта. Просто они такие люди. Они широкие, да, они как бы очень яркие. Поэтому надо было не ошибиться. То есть здесь не сыграешь на втором плане. То есть я сижу там, вас слушаю, о чем-то думаю. Нет, там все очень прямо и конкретно всегда. Главный плюс, на мой взгляд, что вас собрали молодых. Потому что когда Петр Петрович Глебов при всем к нему уважении в 40 лет играет Гришку Мелехова, он кто угодно, только не Гришка Мелехова. Потому что Гришка Мелехов — это пацан изначально. Это не Мелехов. Нет, он пацан по книге изначально. Да, да, да. 20-летний пацан. И такая же Аксинья, 22 года. И Митька Коршуна в такой же. Ну все они, собственно, молодые изначально. Как и сам Шолохов, когда писал, когда начинал это писать. Вы представитель абсолютно 21 века. Да. Дети гаджетов. Дети гаджетов, это тот, кто с младенчества сейчас уже. В три года была такая история. Мне друзья рассказывали, что они ехали со своей дочкой или с дочкой друзей. В общем, не важно. Ехали по полю. И девочка увидела в окне козу. В окне машины сделала вот так вот в окно. Но пыталась приблизить козу. То есть там сколько, года три было. Поэтому дети гаджетов от Ани, мы, наверное, все-таки не то поколение. Я помню, как появились мобильные. Я помню свой первый вот этот вот Нокио маленькую какую-то. Как я ее там... Вот у меня мобильный телефон, как у меня ее украли или там потерял ее, сколько было там и слез и всего. Поэтому не думаю. Мы дети скорее информационного бума, такого прям прямого, да, нежели гаджетов. Ты сыграл символ потерянного поколения. Тебе вообще везет. Вот Готфрид Лэнс, например, это роль, за которую, там, не знаю, дорогого стоит роль. А для тебя это что означает? Готфрид Лэнс? Да. Но человек, который выжил на войне, наверное, не благодаря своей силе или каким-то умениям, а благодаря чему-то другому. Благодаря огромной жажде к жизни, благодаря огромной к ней любви. И Готфрид умеет находиться здесь сейчас. Это очень правильно и вообще так правильно жить. То есть он не улетает далеко в прошлое. Если улетает, то как бы с радостью об этом вспоминает. И, собственно, конечно, загадывает вперед и мечтает о том, чтобы не повторять ошибок. Эрмарк писал о последнем романтике. Последний романтик так и есть. Романтик он здесь сейчас, потому что романтика это очень здесь сейчас, понимаете. Это не может быть где-то завтра или вчера. Это только сейчас. Но у тебя как с романтикой дело обстоит? У меня все в порядке с романтикой. Ну, не мне судить, но, наверное, более-менее все в порядке. Нет, по жизни ты романтик все-таки или больше циник в наше время? С каждым годом, наверное, романтики становится все меньше. Все-таки я понимаю, что машина, скорее всего, необратимая. Есть замечательные строчки у Достоевского, что если бы все захотели, все бы поменялось в одну секунду. Естественно, этот романтический настрой присутствует, но все-таки реальность как-то пожестче. И с каждым годом она захватывает все больше и больше пространства, да, и какое-то все это становится безысходным. Ну, скажем так, не то что безысходным, просто есть куча способов облегчить сейчас нашу жизнь. Например, я знаю, что давно уже есть там батарейки, которые там вот так два раза перевернул фонарей, фонарь этот работает три месяца. Ну, естественно, ввиду того, что происходит глобализация, там какие-то компании, которые этими батарейками занимаются, не пускают их. Надо думать в ту сторону, наверное, про которую говорил Сахаров, про экологию, про это, про все. То есть, что, какое наследство мы оставим в данной ситуации, как мне кажется. Может, я слишком там сейчас говорю как-то не то, но мне хотелось бы, чтобы люди, которые сидят там наверху, думали, наверное, об этом, какое наследство мы оставим после себя. А кого из классиков вообще так для себя выделяешь? Из русских или из русских? Наверное, того же, как и все. Пушкин, Лермонтов, Достоевский. Дальше, если идти там, пожалуйста, Маяковский, Хармс. У меня, в принципе, довольно вкусы, так скажем, простые в этом смысле. Ничем не отличающие, наверное, от вкусов других людей. Там можно об этом спорить так или иначе, но то, что на меня воздействовало, это тот филологический набор, который мне там дала мама и школа. Он довольно банальный, все те же имена. Слушай, а Ромашов, он романтик? Купринский? Ромашов, безусловно, романтик, потому что он совсем молод и верит в то, что, как скажем так, не может поверить, что невозможно это поменять. Он как бы видит вроде, что невозможно, но абсолютно в это верит и хочет, но его ведет любовь. Это очень благородное чувство, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вот он рискнул, но, к сожалению, шампанского. Ты веришь в любовь? Я не то, что в нее верю. Я не считаю, что есть такое слово, как любовь. Я считаю, что есть глагол «любить» – это очень действенное состояние. И добро тоже само по себе не может быть добром. Оно очень действенное. Наверное, в это я верю. Я понимаю, что во мне этого тоже, на самом деле, какие-то мизерные количества. То есть я не скажу, что я люблю или делаю добро, и вы тоже стараетесь. Нет, это абсолютно не так. Во мне этого тоже безумно мало. Я тоже абсолютно заложник всех и социальных систем, и городов, в котором я живу, и реалий, в которых я существую. И этих пороков во мне не меньше, чем в других людях. Но, тем не менее, стараюсь об этом задумываться. Искренность наказуема сегодня, как тебе кажется? Смотря что вы понимаете под искренностью. Искренность – это отношение к жизни. Ты ничем не прикрыт, ты не носишь маску. То есть для кого-то искренность – это уехать в деревню и жить в деревне, чем же она может быть наказуема? Нет искренности. Ну, какая-то, наверное, наказуема. Если для кого-то искренность – это политическая борьба, наверное, это будет наказуема. Я не про политическую борьбу. Я не считаю, что искренность наказуема. Все, конечно, зависит от обстоятельств. Да, но я не считаю, что это наказуемо. Ты часто позволяешь себе маску снимать или ты ее вообще не носишь? Нет, у меня довольно много масок. Я понимаю, что это влияние профессии, влияние следствия этой профессии, какой-то публичности, что-то еще. Плюс, естественно, вариант взросления, выбора. В какой-то момент и добро тоже может быть маской, знаете. То есть, как там у Жванецкого. Зарезал жену, забил соседа топором, спалил квартиру и неожиданно погладил кошку. Мне кажется, все так или иначе маска. Это очень сложно понять, кто ты есть на самом деле. И добрые поступки тоже могут быть маской, однако они от этого не перестают быть добрыми. Я не знаю, какой я на самом деле безо всех масок. Это очень сложный вопрос. Конечно, я по максимуму стараюсь ограничивать себя. У меня какой-то очень сформировавшийся круг друзей и общение моего. То есть, люди, которым я доверяю. И с ними я точно без маски. С собой часто разговариваешь? Постоянно. Час даже. То я вообще говорю, чего я вообще говорю. Это как-то помогает? Естественно, мне кажется, тоже абсолютно естественный процесс. Необходимый. Пытаться понять вообще, кто я, что я, не говно ли я, в каких именно поступках. Без этого, мне кажется, не может быть развития без самоанализа. Ну, то есть, ты проделал какую-то работу, ты сделал поступки, прожил неделю. Надо проанализировать, где ты был прав, не прав, что тебе нравится, не нравится. Анализ. Другое дело, что времени для него все меньше и меньше в современном мире остается. А она – это необходимая составляющая. Не как бы не вот это, а я понял, а увидел, а поговорил. Да, вот действительно, анализ. Для этого нужно выделять время у себя в голове. Удивляться любишь? Да, люблю удивляться по какой-то такой неожиданной доброте людской. Люблю удивляться людям, которые могут свою жизнь положить на то, чтобы другим было лучше. Каким-то таким вещам. Но удивляться приходится всему. Конечно, не то, что я люблю. Это способ существования, скажем так. Телевизор смотришь вообще? Он тебя зомбирует? Я смотрю какие-то там передачи про животных, какие-то мультфильмы для взрослых. Там это «Симпсон» или что-то еще вот типа того. И очень редко включаю какие-то новосты, когда я просто на это смотреть не могу. А почему? Ну, я считаю, что политики давно нет. Есть и существует экономика. Все это там рыночно-товарные какие-то отношения. Телевизор – это, конечно, первый инструмент власти в нашей стране, потому что это абсолютно прямое воздействие. Я думаю, что убрать сейчас телевизор в систему так быстро бы не перестроилась. Потому что все-таки уже все-таки привычно. Вот там все происходит. Вот мы видим и от этого оцениваем. Конечно, он зомбирует. Конечно, здесь какая-то жизнь происходит. Что там за окном? Если ты живешь в каком-нибудь там, не знаю, рабочем районе, у тебя там какой-нибудь завод стоит. Что, на этот завод, что ли, смотреть? Вот тут прекрасно показывают, как в Африке бегают гепарды. Конечно, я на гепардов посмотрю. Так телевизор не показывает, что в Африке бегают гепарды, понимаешь? Почему? Пожалуйста, географика показывает. Просто надо кнопки переключать. Потому что первый, второй, третий, четвертый, пятый, и же с ним и так далее. Это пожалуйста. Они показывают ужас, страх, бог. Ну, это их задача. Мрак вообще. Ну, это их задача. Никогда умерли другой какой-то, как мне кажется, направленности. Чего от них ждать-то еще? Это инструмент. Абсолютный инструмент. Ну, то они как инструменты работают. Надо понять, чего они пытаются закрутить. Конечно, это очень банально. Хотелось бы, чтобы нигде не было войны. Но действительно хотелось бы так, чтобы никто никого не убивал. Потому что это очень странно наблюдать лично для меня за какими-то там проявлениями парижских вот этих вот вещей, когда там был теракт. Что, то есть, там, я не говорю, что это мало там или много. В любом случае, я безумно сожалею. Но ведь такое же количество людей каждый день погибает в любых других странах. И по поводу этого нет такой шумихи ни в соцсетях, нигде. Как-то это странно, уделять внимание этому. И не уделять при этом внимания другому. Там убили внезапно, там убили. А что, убивают обычно так? Подготавливают? Нет, ну вот ты собрался, пошел с любимой девушкой на концерт. Пришли люди с автоматом, перестреляли. Пошел с любимой девушкой на водопой. И чего от этого как-то ценности, от того, что там убили и тут убили, это же разные смерти какие-то, что ли? Абсолютно те же. Пожалуйста, на следующий день там где-то либо в Конго, либо где-то еще там захватили институт или что-то там, какой-то отель. Где флаги Конго-то ваши в Фейсбуке вот эти все? Нет, все, парижские висят. Давайте каждый день менять. Ну я просто как бы, человеческая жизнь – это человеческая жизнь, неважно где и почему и как. Если вам это нужно для лозунгов или для чего-то еще, наверное, это какие-то опять же свои цели. Никита Михайлович. Вы не лирик, вы циник. Чувство объективного восприятия реальности, люди, не обладающие, часто называют цинизмом. Знаете, есть такое выражение. Я не думаю, что я циник такой, я попытаюсь, как бы, так сказать, наоборот, сформулировать, а что же на самом деле происходит. Слушай, хорошо, а как ты относишься к толерантности? Я не совсем понимаю, что это такое. Ну ты это уж хотел узнать. Я так понимаю, толерантность – это доверчивое отношение к тому, что тебе не нравится. Если, допустим, я иду в метро, мне одинаково не понравится, если на эскалаторе целуется мальчик с девочкой, и также не понравится одинаково, если на эскалаторе целуется и девочка с девочкой, и мальчик с мальчиком. То есть есть какие-то общие вещи, если мы живем в советском государстве, есть какие-то вещи общие для всех. Как мне кажется, да, ну вот и все. Душа, подожди, а мальчик с девочкой чем тебя раздражают? Ну не надо этого делать прилюдно. Не надо. Почему? Ну, во-первых, это не всегда очень красиво. Это в фильмах только красиво, знаете ли, про супергероев или про кого-то еще. Во-вторых, это ваше абсолютно нынешнее дело. Ну это такая моя позиция, как бы вот в этом заключается моя, вот так скажем, ну или если вы что-то хотите, то можно всегда об этом спросить перед тем, как начинать что-то делать. То есть ты еще и ханжа до кучи? Почему? Абсолютно не ханжа. Я сам как бы и сам с удовольствием там в 16 лет и бегал, и целовался, но со временем я же прихожу к каким-то вещам. Я понимаю, что это не то, что это вынос ссоры из избы, но это те вещи, которые надо оставлять для себя. Спасибо, что пришел. Спасибо. Не буду спрашивать, нет, спрошу, извини. Да, пожалуйста. Все-таки, когда узнал, что в оттепеле будешь играть деда, как это матерится? Я знал, что это будет камео, мы все предупреждены были, что это не какая-то там роль, ну то есть, условно говоря, что это не огромное какое-то такое создание образа, что это там, какой-то такой, свои прикольчики, скажем так, не более. Камео это называется. Я знаю, как это называется. Поэтому у меня никаких особо там... То есть ты деда по приколу сыграл, по большому счету? В данной ситуации, да, в той. Да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Мой гость Никита Ефремов. Вы знаете, что такое нанотехнологии? Вы не знаете, что такое нанотехнологии. Нанотехнологии – область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов заданной атомной структурой путем контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами. Атомами и молекулами манипулируют по чутким контролям. Смешно, правда? С наступающим, дорогие мои молекулы и атомы, пусть нами меньше манипулируют в новом году. Это был телесоскоп и молекул Антон Гришин. Смотрите телевизор. Увидимся.